Всем привет, народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите мой же Сплей канал, и мы с вами продолжаем прохождение кастомной кампании в моде Тибериум Эссенс. На очереди у нас с вами третья миссия, которая называется Фейдин Эко, и эта миссия довольно интересная, ну собственно, как и все предыдущие, да? Интересная она по той причине, что командовать мы здесь с вами будем ограниченным количеством юнитов, но заруба на этой карте будет просто сумасшедшая. И еще из особенностей этой карты хочу выделить то, что она довольно сложная, и здесь реально высокая сложность оправдана, потому что одно неверное действие, одно неверное решение, и вы отправляетесь в главное меню, переигрывать миссию заново. По этой причине, с вашего позволения, я тут буду сохраняться просто как скотина, но надеюсь вы меня поймете, простите и отпустите. Ну что ж, давайте пойдем на эту миссию Фейдин Эко, затухающее эхо, на высокой, как у нас это водится, сложности. Ну а пока игра будет загружаться, хочу напомнить, что благодаря вот этим избранным зрителям, я имею возможность дальше для вас сделать такие классные видео, так что вы можете поддержать меня на бусте по ссылочке в описании. Переходите и выбирайте интересующий уровень поддержки. Спасибо. Черная рука отследила поврежденный Кодиак. Он приземлился вне крепости чистильщиков. Эти угонщики и механик имеют достаточно опыта, чтобы захватить и использовать Кодиак. Обернем монстр против своих хозяев, командир. Ну поехали. Стырим, так сказать, их супероружие. Ну если можно его так сказать, супероружием назвать, да? Потому что на самом деле он Мамонт МК-2 сильно проигрывает. Так, нам нужно сопроводить угонщиков и механика к Кодиаку. Здесь, как видите, опасная штука, периметр они, где закумовцы охраняют. Кстати, в этой миссии, как вы поняли, мы с вами будем штурмовать крепость закума, ну или же чистильщиков. Тихо-тихо-тихо-тихо, танщик, ты сюда не смотри, тут просто дикая, так сказать, фауна бегает, тиберевая. Ничего особенного. Здесь нет ничего интересного. Абсолютно. Так, нормально, погнали. Ну, кстати, если что, эти ребята умеют Эми заряды кидать. Они не то, чтобы сильно нам были нужны. Да нет, тут ничего, не смотри на меня. Вот так-то лучше, проезжай мимо. Проходи, не задерживайся, как говорят в сталкере. Так, а тут у нас охранники есть, да? Защитнички. Они, собственно, так даже называются, защитники. Ну, давай посмотрим, что с ними случится. Да-да. Тут у нас внезапно не одна, а целых две умагон. Я так понимаю, торговка смертью научилась клонировать их, не иначе. Так, поехали. Кодиак наш, да свершится месть. Погнали. Так, нам нужно отключить оборону стены и уничтожить узлы защитной сети. Попробуем. Это не так-то просто. ГСБ пока не знает, что мы захватили Кодиак. Пока что. Используйте этот шанс, чтобы найти уязвимости в стене. Вызываю Кодиак. Мёбиус, ответьте. Мёбиус, мы будем вынуждены открыть огонь. Если вы не ответите, у вас есть ровно 30 секунд. Так, у нас есть два скилоклассных. Обидчивая, что ли? А не назвали этого монстра Мёбиус, кстати. Да. Ладно, поехали. Тревога. Мёбиус под контролем противника. Срочно вызывайте эскадрильи ястребов. Да подождите, вы со своими эскадрильями, со своими ястребами и прочим дерьмом. Нам надо вам тут немножечко электроэнергию вырубить сначала. Вот так-то лучше, погнали. Тут очень много электроэнергии. А нам это очень надо. Да, ну чтобы им вырубить её. Можно, кстати, попробовать вот эти здания посносить. У нас так мало времени, да, у нас тут. 50 секунд до... Открытия огня от ГСБ. Они вызовут же истребителей, которые развалят всё. Так. Можно сейчас попробовать, кстати, тут пулемётки, да. 30 секунд, интересно, успеем, нет? Давай-давай, стреляй. Так, оборона ультразвуковой стены отключена. Мы, в принципе, можем сделать вот так. Жалко, вот эта аркета-терраформинг перезарядится. Не, мы не успели, наверное, 17 секунд мало. Очень мало времени у нас. Было бы ещё заполнительных секунд 20, можно было попробовать электроэнергием тут вырубить тоже. Ну ладно. Молите своих богов о пощаде, чистильщики, ибо у нас её нет. За забытых! Понеслась, моча по трубам. Уничтожьте чистильщиков в последний раз. Архон и призрак должны выжить. Ну, как вы поняли, сложность этой миссии заключается вот в этой формулировке. Архон и призрак должны выжить. Но, на самом деле, сама миссия довольно лёгкая, потому что этими войсками мы не контролируем, не управляем ими. Тут, собственно, у нас дивайны вместе с черной рукой штурмуют это дело. Так, нам можно ещё уничтожить аванпосты ГСБ. Кстати, это сделать можно. Но, саша позволения, знаете, что я сейчас сделаю? Сделаю сейв, чтобы, если что, не переигрывать начало. Потому что, вы у нас знаете, есть такая традиция, да, у нас на канале. Кто у нас, собственно, на канале недавно, вы с этой традицией сейчас познакомитесь. А кто у нас на канале давно, он и так знает, что за традиция. Кто не сейвится? Тот. А вот формулировку дальше продолжат те люди в комментариях, кто знает, что дальше надо написать. Так, погнали. Кстати, классно, что нас вот эти вот истребители-косатка не трогают. Потому что, если бы они потом стреляли, было бы очень неприятно. Так, у нас Архон может делать скилл очень классный. Который развалит кучу пехоты. Надо этим будет пользоваться. Ну и вообще у нас пачка юнитов довольно мощные, да? Это Архон и Призрак. Они очень мощные. И, кстати, эта миссия, знаете, мне что напоминает? Если так вот подумать. Она мне очень напоминает... Почему-то... Последнюю миссию. Варкрафт Форлзентрона. Ну, третьего Варкрафта Форлзентрона. Компания основания Дартара. Помните, такая компания была? Там, где вы играли за Рексара. Который всегда один. Ну и так далее. Вот прям очень напоминает. То есть, типа, ты войсками вот этими не управляешь. Они спавнятся бесконечно из-за границ карты. Вот они. И... Типа, ну... Ты управляешь только героями. Которые сейчас сдохнут, кстати. Вот поэтому тут надо в этой миссии сохраняться. Видите, в чем проблема? Тут есть элитные войска противника. И можно наших юнитов очень легко просрать. Мегалегко. Давайте, кстати, поставим моему бронительную тактику. Да нет. А, это Архона чуть не убили. А призрак живой. Кстати, Архон у нас очень мощный. Он, видите, скилл офигенно делает. Разрыв разума. Он нам офигеть, как пригодится. Так. Ну, они, кстати, хилятся. С течением времени. Если они вроде не атакуют, ничего не делают, они хилятся. Но, опять же, это... За этим надо контролировать. И следить. Так, тут хоть хилпа подъехала. А тут стрелки прокаченные. Ну, ничего, мы подсаппортим. Так, кстати, если мы уничтожим им вот эти вот все аванпосты. Вот их тут 4-5 штук, извините, да? Нам дадут две виверны. Они как бы нам пригодятся, но не совсем. То есть они нам пригодятся? В принципе. Ну, я бы сказал, что они пригодятся мало. Давай скажем так. Так, Кодяк уничтожен. Кстати, у них будут Кодяки еще. Они будут некоторых Кодяков поднимать в воздух. Надо за этим очень следить. Вот у них есть. А если вы помните, да, по предыдущей миссии? ГСБшники наладили серийное производство Кодяков. А это для нас будет проблемно. Так, поехали. Да начнется заруба. Тут еще гражданские бегают. Но это, по сути, такая единственная и последняя, наверное, цитадель закомовцев. Потому что больше у них нет. Это их самая мощная цитадель. И последняя. К слову. Кстати, Архон может через стены стрелять. Это классно. Это мега классно. То есть мы можем сдалека стрелять. Так, взлетел где-то Кодиак. А это значит, что у нас проблемы могут быть. Главное следить, где он. Потому что он наших ребят может легко убить. Очень легко. Так, можно, кстати, пушануть вот эту базу. Но тут, наверное, я не думаю, что это хорошая идея. Нам надо помогать нашим войскам. Давай немножко мы тут вот выйдем. Надо дождаться кое-какого момента, который будет в этой миссии. Надо вот эту базу им пушануть. Потому что наши войска будут сюда вот в тупую ехать. И сразу сливаться об это место. Ну, они как бы еще об вот это, от Аванпост, умирают. Как видите, да? Вот они просто идут и умирают. Кодиак взлетел. Интересно, где? Пока не вижу. Ну, где-то он взлетел. Да, против... А, вот взлетел. Надо ждать, пока союзники развалят Кодиаки. Потому что мы, к сожалению, по воздуху шмалять особо не можем. Это наша, так сказать, главная проблема. Ждем подкрепы. Нам дадут подкрепление. Опа. Город горит. Прикажите поплавкам покончить с нашим кровным врагом. Вот то, о чем я говорил. Ну, а теперь будет веселее. Нам дают два поплавка. И не просто поплавка. Это мега жесткие поплавки. Они, во-первых, очень здесь сильные. Так, давайте контроль-два поехали. Кодиак взлетел. Они, во-первых, очень сильно, во-вторых, они позволяют перевозить технику. И не просто они перевозят технику, а юниты, которые сидят в этой технике. Они еще офигенные наносят урон. Прям очень мощный. Это нам хорошее подспорье. Так, работаем. Блин. Боли, ну почему вы не убили ультразвук? Это же главная беда для нас. Ой, и там Кодиак. А Кодиак, что, никто не хочет убить, ребята? Типа, вообще, всем насрать на Кодиак, да? Как бы Кодиак тусит и валит моих юнитов, а всем насрать, как я вижу, да? Тут, по идее, наши союзники должны его разварить. Во, пошел урон, отлично. Такс, ну что? Были у нас войска, теперь их нет. Ну, дополнительные. Кстати, на фоне, когда нам дают подкрепление с поплавками, почему-то перестают играть музыка. Я не знаю, я, может быть, Трэддсмегу напишу. Но это что, типа, дружище, что ты сделал с триггерами? Почему музыка перестает играть? Это прям, ну, неприятно. На самом-то деле. Ну, я вам на фоне какую-то музяку, думаю, добавлю. Работаем. Так, хорошо. У нас поплавки эти, конечно, мощные, но они не бессмертные. Это не обязательно валить, но пусть будет. Собственно, если бы мы Кодиаком уничтожили вот здесь энергостанции, вот эти турели ПВО не работали бы тоже. Так, помогаем нашим войскам. Главное, чтобы Кодиак нам сюда не прилетел. Ну, пока мы в поплавках, в поплавках нам, в принципе, норм. Ну, в каком-то плане мы, ну, не то чтобы неуязвимые, но довольно защищенные. Хотя, в поплавки, да, тоже урон им хороший наносит. Наши союзники должны здесь сработать. Там, правда, блин, ультразвуки всякие. Тут союзникам очень тяжело. Так, Кодиак уничтожен. Отлично. Вот, подкрепа подъехала. Очень жалко, кстати, что здесь нельзя управлять войсками союзников. Потому что, ну, или давать им приказы какие-то. Очень хотелось бы мне здесь, знаешь, какие-то приказы дать. Типа, атакуйте, вот, например, вот сюда идите атаковать. Тут у них вот авиацию можно уничтожить. Можно вот этих вот мамонтов уничтожить. Вот эти ультразвуки, например. А они идут, а вот об эту армию умирают. Ну, идиоты. Ну, еще они умирают, а вот эту базу. Сейчас я тоже ее снесу. Помогу, так сказать, нашим войскам. Потому что, ну, если им не помочь, то это будет очень печально для нас. Юниты будут просто идти умирать. Ну, союзнические, естественно. Потому что закомовцев тут, как видите, очень много. И они сильные. Ну, по сути, это их стронхолд. Главная база. Так что не мудрено, что они сильные. Так, и, кстати, у нас там еще ионка, да, заряжается 4 минуты. Это из таких тоже неприятных моментов. Ну, думаю, мы с этим разберемся дальше. Потому что я знаю, где ионка находится. Надо помогать. Вот сюда погнали. Эх, союзники, союзники. Как же вам классно здесь умирать, да. Просто видишь, они на похер идут и умирают. У них тут есть классные громилы. Дьяволы те же есть, да. Мародеры, он бегает прикольно. Ну, как бы есть войска. Тут вылетают периодически бомбардировщики Вертигу и прочее. Но почему-то союзник тупит. Капитально тупит. Сдалека валить их. Как-то помочь. Отлично. Типа, у них тут есть рейдеры с прокачкой. И скорпионы с лазером. Но они летят на похер и умирают. Идиоты, потому что. Как это говорится, идиоты, сэр. Кстати, вот сдалека мы вроде хорошо стреляем. Еще, видишь, они атакуют ворота какие-то. Нафига вы их атакуете? Непонятно. Так, ну, кстати, вот мы сдалека можем мамонтов развалить. У нас призрак очень хорошо стреляет. Видишь? У него дальность очень классная. Можем этим воспользоваться. Потому что вот мамонт-танк не всегда по нам может попадать. А мы по нему попадаем практически всегда. Так, союзники погнали. Тут гвардейцы есть какие-то жесткие. Наверное, жесткие, не знаю. Так, ребята, аккуратно. Погнали, развалим им все-таки. О, еще есть умагон. Я же говорю, они клонируют, походу, умагон. Тихо, тихо, тихо. Нам не надо так много урона. По плавкам они должны быть очень живые. Кстати, обратите внимание, истребители-касатка старые. Которые в трейлеры показывали. Ну, вы, думаю, видели трейлер 3CNC. Там их показывали. Так. Отлично. Слушай, ну призрак там прям вообще красава. Такой классный урон дает издалека. Прям молодец. О, понеслась. Ну, хоть что-то полезное делают союзники. Так, сейчас им тут ионку развалим. И дальше будет немножко веселее. Но не сильно. Так, минус одно ионное орудие. Хорошо. Есть, правда, проблема. У них есть еще одно ионное орудие. Ну, это уже к делу не относится, да? Так, погнали. Сюда уничтожим тут энергостанции. Самое главное, чтобы по мне не атаковали вот эти вот прокаченные бури. Отлично. Потому что если они будут по мне атаковать, это будет печально. Вот, вот. А то, о чем я говорил. Они же с прокачкой. Они больно делают нам. Так, ну, в принципе, энергостанции тут уничтожены. Можем дальше ехать. Давай поедем сюда куда-нибудь. И тут сейчас будем саппортить. Так, хорошо. Тут еще кран есть. Надо бы как-то вот эту пачку поуничтожать бы здесь, да? Было бы так хорошо. Ладно, давай высадим наши войска. Сделаем такой контрольный сейв. Я же говорил, буду сохраняться как скотина. Так, ну, тут, в принципе, все нормально. Да, войска наши выходят там или как вообще? А где войска? А, вот. Заспавнились. Поплавки, танки. Мне кажется, на самом деле, что тут очень мало спавнится войск. Типа, здесь, мне кажется, для такого штурма эпичного надо было побольше делать. Но, опять же, это мне так кажется. Типа, было бы здесь побольше войск, было бы более эпично и круто. Давай еще здесь демона вызовем. Почему бы нет? Они, кажется, здесь бесполезны будут. Ну, пусть что-то попробуют сделать. Так, погнали. Делаем контрольный сейв. Кто не сейвится, тот. Часть первая. Поехали. Юнит антр-атак. Демоны, в принципе, могут здесь что-то попробовать сделать, но вряд ли у что-то получится. Они довольно легко убиваемые, но они технику хорошо косят. Типа, вот, хищник МК-2 со звездочкой и с рейл-ганом, это прям жесть. Ну, вы сами видите. Тем более, наши союзники, видишь, что похер проходят. Ну, они как бы молодцы, они атакуют с мамонта. О, пошла ионка. Понеслась, моча по трубам. Так, тут наши союзники еще имеются. Мало, но есть. Так, работаем, парни. Работаем. Единственный минус от этой ионки, это то, что у нас вырубается, конечно же, здесь радар. Он был здесь очень удобный, и мне нехило так помогал понять, где что происходит. Ну, а теперь, к сожалению, придется без него. Так, работаем. Надо забайтить этих дезрапторов. Ага, ага, давай, 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 ребята, сюда. Подходим. Было жалко наших снайперов поубивали. Они здесь, конечно, не то, чтобы сильно были полезны, но вполне могли нам помочь. Так, работаем. Рейлган работает безотказно. Ну, кстати, Архонг здесь, на самом деле, даже мощнее призрака будет. Мамонтанк, откуда он выстрелся. Конечно, знаешь, тут еще в этой миссии какая печаль есть. Это то, что, типа, здесь твои герои не качаются. Это тоже для меня большое упущение. Ну, типа, какого хрена войска не качаются? Ну, почему? Было бы очень клево, если твои войска качались. Так, погнали. Давай ты туда. А хотя, подожди, надо Мамонта убить еще. Так, живи-живи, призрак. Нормально, сейчас развалим его. Тут вообще откуда-то Мамонтанки выстрелись? Их тут вроде не должно быть. Так, из Раптора, я думаю, мы уже сами как-то развалим. Поехали. Главное, что призрак выжил. Он довольно крепкий парень, конечно. Это же бывший Аджай. Так, отлично. Погнали. Тут, в принципе, эта база не такая опасная. Но неприятная так это точно. Нам здесь надо поучтожать вот эти все энергостанции. И тогда у них будет проблема с электроэнергией. А это нам только на руку. Самое главное, чтобы сюда вот сейчас вот эта пачка не пришла. Вот, вот эти ребята. Уходим. Ребята, спасайте нас. Вот видишь, они сюда пришли сразу. Таскать на зов битвы. Живи, дружище, живи. Нормально, живем. Хорошо. Так, нормально, нормально, живем. Вот эта пачка, которая сюда приходит, она очень напрягает. Как вы видите. Но, в принципе, ее можно неслабо так за и выедить. Перезаряжай скиллы Архона. Тем более, Архон Витя урон по площади делает. Ты куда пошел, дурак? Стой. Не надо умирать. Это плохая идея, дружище. Очень плохая. Так, поплавки мне еще нужны живые. Все, сиди тут, пожалуйста. Тут куча дезрапторов. Тут тем более... Слушай, а союзник тут на похер прорашил, да? Им вообще насрать на все. Так, я бы на самом деле... Наплевал бы, наверное, даже на этого Мамонта. Ну, типа, он тут вообще нам не нужен. Хотя... Нет, давай добьем уже. Так уж и быть. Тут еще ведьмы нам помогут. Ну, вознесенные, да. Так, ты сиди, ты сиди, ты хилься. О, бруды побежали. Ну, наконец-то, ну, е-мое. А я что-то думал, когда же вы проснетесь? А то, слышишь, как-то войска вообще даже не пытаются союзнически ничего делать. Ну, тут, конечно, да, печально для нас все. Ну, они как бы реально вот здесь даже базу... Ну, слушай, не, подожди, они пронесли тут базу, офигеть, как так? Так, я сколько не играл в этой миссии, у меня ни разу здесь уюзник не пробивал базу. Ну, не проносил это место. Типа, ни разу такого не было. Так, полетели сюда. Тут мы сейчас эти РСЗО бурей посносим. Слушай, сколько я бы не играл здесь в этой миссии? У меня вот, ну, ни разу не было, чтобы здесь сносили две вот эти ультразвуковые пушки. Ни разу такого не было. Все-таки, видимо, они на похер пробили оборону, так сказать. Так, а тут уже можно и помочь. Понеслась. Так, ребята, работаем, работаем. Сейчас мы эти дезерапторы на ноль поделим. Ну, вот это, конечно, стесить не обязательно, но да. Так, призрак, живи, дружище. Пожалуйста, живи. Так, хорошо. Тут дело сделано. Тут даже слюзик пошел душить. Отлично. Так, мы садимся на поплавки и погнали, повыполняем допс-задачи. По крайней мере, попробуем их сделать. Ну, типа базы вот эти вот еще снести, вот эти две нижние. Вот, кстати, да, я же сказал, типа, тут очень неудобно, что нет миникарты. А, слышь, там еще ионка есть. А, ну она выключена, все нормально. На ионку насрать. Тут уже слюзники, думаю, сами справятся. Блин, там буря недобитая. Так, ну у нас поплавки почти фуловые. Мы можем помочь слюзнику, наверное, даже здесь немножко. Погнали. Хорошо, поехали. Тут, конечно, прокаченные мамонты. Даже с гауссом есть. Ну, или рейлганом. Я не знаю, напишите, как правильно, гаусс или рейлган все-таки. Потому что часто я до сих пор до конца так и не разобрался. То ли орудие гаусса, то ли рейлган. Ну, тут описано рейлган. Мобой перевел это как рейлган. Хотя, мне кажется, и так, и так будет правильно. Наверное. Ой, ни хера себе урон пошел. Алло. Вот это БТР нам дал урона, да? Видели? Офигеть. Там и откистывать так можно было. Кстати, музыка вернулась на фоне. Удивительно, да? Магия. Мы починили музыку, ребят. Так. А теперь давайте решать, как мы будем заходить на эти доп-базы. Можно завалиться сюда как дикий и развалить все. Ну, и тут, в принципе, стрелки. Да нет, тут опасно. А ракетчики имеются? Да, имеются. Наверное, надо сейчас завалиться на поплавках. Развалить ракетчиков им, вот этих вот крутых. Косатки тут, видите, еще есть. Нормально. Живем. Так, надо по максимуму развалить им ракетчиков, я думаю. Вот они. Блин, как же больно, а. А, это еще этот. Еще эта херня стреляет? Вот этого я не знал. Давай, всех ракетчиков убивай, Архон. А все, ребята. У вас тут теперь больше нечем отбиваться. И косаточек давай тоже утихомирим. Все, теперь мы можем сдалека развалить все тут. С высоты, так сказать. А потом завалимся сюда. Ворота вот они зачем-то сносят. Так, а потом аккуратненько развалим эту штуку. Сейчас приземлимся, так сказать. Косатки тут еще есть. Так, выгружаемся. Нормально. Шикарно. Тут уже и союзники, слушай, они прям уже базу душат. Молодцы. Хвалю. Но все-таки без нашей помощи они бы тут вряд ли справились. Очень вряд ли. Так, призрак, иди взрывай. Это дерьмо. Гриба на аванпост тут стоит. Какого хрена он тут стоит? Отлично. Так, одной до базы меньше, да? Погнали дальше. А, тут уже, в принципе, все. Я просто боялся, потому что тут орудия ПВО стояли. На зенитной батарее. Я тут немножечко боялся этого. Погнали. Тут остались для нас опасные ракетчики, по сути, и все. Слушай, ну, в принципе, я даже загрузки не делал, да? Мощная. Взял и пошел. Выполнил миссию. Не, ну, перед тем, как я ее вот так вот идеально смог завершить, даже без единой загрузки, мне потребовалось попыток, наверное, 10. Это реально была та миссия, где я вот, ну, практически сгорел. Потому что здесь вот реально вот этот Кодиак, то Кодиак Архона убьет, или Призрака, то где-то вот здесь сверху ультразвуковое орудие, или вот эти вот пацаны, видите, они меня чуть не задушили этого. Призрака чуть не убили. Вот эти защитники. Вот они приходят на эту точку с энергостанциями и могут быстренько убить тебя, всех твоих героев. Так, подкрепа приехала. А это две гидры. Они на самом деле полезные, но на данном этапе, наверное, уже вряд ли. Они как бы классные, но уже вряд ли помогут. Так, а это штурмовики, они по воздуху стрелять не умеют. Нормально. А вот РСЗО умеют стрелять. Пожалуй, отъедем. Жданские бегают, а можно их убить? Да. Вы финансируете ГСБ. Вы все должны умереть. Закомовцы наши враги. Враги номер один. Так, гидры, давайте сюда. Сейчас аккуратненько будем валить эту бурю издалека. А где союзники? Они что, все сдохли уже? Быстро. А, ну вон, бежит новая пачка. Новый пакован прибежал. Так, поехали. Ну, ребята, ну вы что, сдурели? Сука, взяли, гидру уничтожили. Идиоты или что? Причем уничтожили-то ее танки-невидимки. Ладно. Кэшбэк получили. Спасибо. Зараза. Взяли, уничтожили меня. И самое главное, что они идут мимо этой РСЗО бури. Тебе казалось бы убить эти бури. Не, зачем их убивать? По этим просто и вздохнем вот здесь. Идиоты. Ты будешь стрелять или как? Ты будешь стрелять? Во. Че там домик мешал? Слушай, что-то слабенький урон, да. Прямо реально слабый. Че-то какие-то вихри не такие, ну гидры не такие уж и полезные. Оказались. Ну как бы нам их дают, но на таком этапе игры, когда уже они в принципе-то и не нужны. Ладно, сделаем все по старинке. Нашими двумя героями. Архон и призрак. Они разберутся с проблемками. Так, там у нас буря опасная. Ну, жаггернауты вряд ли. Жаггернауты это вообще, вы знаете, привилегия стальных когтей. По большому засчету. Закомовцы то такое. Видимо одолжили покататься. Отлично, живем. Ну вот, собственно, наверное, и все, да. Миссия довольно, как видите, становится простой. Как только ты начнешь понимать, как что в ней, где работает. И с какой стороны нужно в первую очередь заходить на базы. Где нужно душить противника. Где могут быть потенциальные опасности. Как только ты это знаешь и понимаешь в этой миссии. И миссия становится легкой. Но если ты этого не знаешь. И играешь в ней, ну, первый раз. То можно даже в самом начале сдохнуть. Там, где ты вот, этот, кодяг поднимаешь в воздух. Тебе, ты можешь даже в самом начале слиться. Месть совершилась. Забытые могут быть спокойны. Еще нет. Кейн обнаружил, что войска ГСБ приближаются к вышке. Вместе с шагоходом Мамонт. Это, наверное, Мамонт МК-2. Стальные когти. Да. Следующая миссия, как вы понимаете, мы отправляемся воевать с остальными когтями. Закон мы уничтожили. Осталась у нас охота на Мамонта. Ну что ж. Пройдем мы эту миссию уже с вами в следующем видео. Так что, если вы на канале впервые, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Лайкайте, комментируйте это видео. И не забывайте переходить по прекраснейшим ссылочкам в описании. Заходите к нам в группу ВКонтакте. Чекайте нашу группу в Дискорде. Ну и поглядывайте на стримы на Твиче. На этом все. У микрофона был командующий возвышенными или же предсказанными Мистер Чейзер. Мы с вами увидимся в будущих видосах на этом канале. Всем пока.